Генеральная линия с Дмитрием Дризе На последней пресс-конференции Владимиру Путину задал вопрос журналист из Хакасии. Мол, у нас в республике на губернаторских выборах победил оппозиционер, 31-летний юрист Валентин Коновалов. Не будет ли центр чинить ему какие-либо препятствия? Президент успокоил. Что вы? Наоборот, всяческое содействие. Это хорошо, что оппозиция побеждает. Значит, в России есть демократия и плюрализм мнений. Путин обещал встретиться с избранными главами субъектов до конца года. И обещание сдержал. И вот все избранные в Кремле. Здесь указаны выше глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатора Хабаровского края Владимирской области, представители ЛДПР Сергей Фургал и Владимир Сипягин, а также новый руководитель Приморского края Олег Кожемяка. Он шел на выборы как независимый, но при этом считается именно провластным. Но, несмотря на это, Государственное информационное агентство в заголовках своих новостей написали, что Путин встречается именно с оппозицией. Глава государства обещает всем полную поддержку, хотя признает, что выборная кампания шла непросто. И теперь пришло время показать свою состоятельность. Наступаю период, когда нужно показать свою состоятельность и исполнить те обещания, которые вы давали людям. Это самое главное. У всех у вас разный жизненный опыт, разный административный опыт. Но сейчас вам нужно мобилизовать все то, чем вы располагаете, все то, что накоплено за годы вашей работы, жизни, и жизненный опыт, и производственный опыт, общественный деятельность, что очень важно. Это протокольное заявление на телекамеры. Главное, скорее всего, было сказано за закрытыми дверями. Что мог сказать президент? Гадать бессмысленно. Хотя, конечно, можно предположить, что он может напомнить о своем праве увольнять главу региона в связи с утратой доверия. Может сказать, что у нас принято работать, а не пиариться. Что должность губернатора в России не политическая. Это, в первую очередь, хозяйственник, цель которого – улучшать жизнь людей. Но еще не лишним вспомнить о судьбе когда-то оппозиционного губернатора Кировской области Никиты Белых и мэра Ярославля Евгения Урлашова, ныне пребывающих в местах лишения свободы. Иными словами, доверие избирателей приходит и уходит, а вот вертикаль власти остается навсегда. Вот наедине с ней вы и останетесь, если что. Хотя при всем при этом именно результаты выборов в трех регионах России стали главной внутриполитической сенсацией 2018 года. Причем изначально регионов было четыре, но Приморье, Москва, все-таки отстояла. Но если так пойдет дальше, те самые перемены, о которых так много говорят, станут неизбежными. И теперь, что касается 31-летнего коммуниста Коновалова. Может быть, ему и тяжело, может быть, у него нет программы, команды московских политтехнологов и даже поддержки собственной партии. Но доверие народа перевешивает вышеуказанные аргументы. Справится, тем более есть шанс на перемены. Но будет ему, конечно, нелегко. И это придется признать. Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.